Директ Академии 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 В этом виртуальном классе имеется в виду видеть. И поэтому, если вы не будете против, я отключу видео, оставив только канал аудиосопровождения и своей презентации. Не могу не вспомнить в этой аудитории о своем учителе в области педагогики. Я не являюсь специалистом IT-индустрии. Я специалист в области педагогики. И вот мой учитель Александр Александрович Золотарев. Присутствующие в этой аудитории, некоторые из присутствующих, его хорошо знают. И, так сказать, разработанная Александром Александровичем теория методика системы интенсивного информатизированного обучения нашла применение на практике. В те времена, когда я начинал свою преподавательскую деятельность, на встречах с Александром Александровичем ездили целые коллективы учебных заведений, в то время так назывались образовательные организации. Профессор преподавательский состав с удовольствием слушал и использовал ту теорию, которую Александр Александрович разработал. Понятное дело, что теоретические положения, они, как мне кажется, сейчас не очень в части. И было это и тогда, когда Александр Александрович рассказывал нам про теорию известной тезис «Давайте за счет улучшенной методики сократим время обучения». И вот Александр Александрович рисовал в начале своих занятий вот такую схему, которую вы видите на экране. Деятельность преподавателя и обучающегося, протекающего в рамках педагогической системы, и обучение рассматривается в рамках теории, как взаимосвязанная деятельность обучающего и обучающегося. Так вот, ДЗ – это постановка дидактической задачи. Вот такой типа H – это стульчик, на который обучающий преподаватель, учитель должен разместить себя, поставив себя в роль ученика и сформировать дидактическую систему. А вот те такие кривые линии под стульчиком – это учитывая закономерности познавательной деятельности. На этом Александр Александрович доклад заканчивал. Ну, естественно, возникали вопросы, а что такое ДЗ, а как ставить, какие закономерности, что за дидактическая система. Ну, а на это надо 72 часа программа есть, можно приступать. Ну, кто интересовался, приступали. Понятное дело, что каждый из нас берет все лучшее у своих учителей, и вот я тоже, как бы, стараюсь быть похожим на своего учителя. И, отвечая на вопрос своей презентации, нужны ли большие данные системе образования, готов ответить одним словом. Да, ну, как видите, я уже исправился в понятиях большие данные. Да, вы знаете, когда Павел Юрьевич предложил мне выступить на вебинаре и сформулировать тему, ну, был в некотором затруднении, потому что очень много уже выступал длительное время на многих конференциях. Вот, и, кажется, рассказал уже аудитории, занимающиеся электронным обучением, все то, что знаю, и даже больше. Ну, вот как-то на ум пришли такие понятия, как большие данные. Ну, и не только на ум, а это с последствием, наверное, той работы в области электронного обучения, которое я в последние годы занимался. И не знал я еще о том мероприятии, к сожалению, которое прошло в феврале нынешнего года. Это третья международная конференция, собственно, посвященная большим данным. Она проводилась в Министерстве образования, ну, нынче уже несколько изменены названия, вот, на базе Департамента образования города Москвы. Вы видите, что и Сергей Семенович Собянин участвует в этом мероприятии и выступал с хорошим докладом. Я сам с большим удовольствием послушал все выступления, присутствующих на этой конференции. И если кто-либо посчитает целесообразным, пожалуйста, ссылка есть, можно послушать. Прослушав выступления участников конференции, понял, что, в принципе-то, все рассказано. Как говорится, цели ясны, задачи поставлены. Дальше остается только работа. Работать как? Ну, если руководствоваться одним из известных законов диалектики, то закон перехода количественных изменений всегда ведет к изменениям качественным. И, наверное, есть смысл предположить, что если мы имеем данные и имеем определенное качество, в первую очередь идет речь о качестве системы образования, то увеличивая и получая большие данные, как будто качество должно возрастать. Закон есть закон, и, наверное, им следует руководствоваться. В 2007 году было положено начало формирования общероссийской системы оценки качества образования. Очень много статей, большая работа была проведена по распространению этого понятия, аббревиатура ОСОКО, и, наверное, вот тот портал, ссылка на который сейчас на экране, портал общероссийской системы оценки качества образования. Это одно из последствий того процесса создания общероссийской системы оценки качества образования. И в ее концепции качество образования сформулировано. Это степень соответствия реальных образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. С моей точки зрения продекларировано все верно. Продекларировано все верно. Но в свете сегодняшнего вебинара я бы хотел просто обозначить те актуальные вопросы, которые с моей точки зрения требуют ответов. Какие данные и как собирать, как обрабатывать полученные данные, и что делать с результатом обработки. Опять же, обращаясь к концепции, в которой указано, что оценка качества образования подразумевает оценку образовательных достижений обучающихся. Ну и так далее. Я выделил оценку образовательных достижений обучающихся, потому что, с моей точки зрения, это ключевой показатель, который и подлежит в первую очередь оценке. Подлежит в первую очередь сбору в качестве больших данных. Тем более, что информационные технологии, тот уровень, на который они вышли в своем развитии сегодня, как раз таки и позволяет накапливать ту информацию, которая, по нашему мнению, тех, кто уже использует, ну, конечно, не столь большие данные, но ту информацию, которая касается оценки образовательных достижений, можно использовать для повышения качества обучения. Нужно сказать, что качество обучения педагогической общественности, ну, по крайней мере, та, которая болеет душой за то самое качество, беспокоила давно. Вот мне как-то в одной из московских школ подарили вот такие методические материалы, это еще 10 лет уже прошло. И департамент образования города Москвы издал эти методические материалы. Один из примеров, там таких примеров много, но вот один из них на экране. Он касается вопросов задания по математике, по определению площади фигуры. А вот результат. С заданием справились 35% учащихся. Шестых классов школ города Москвы. Коллеги, говоря о больших данных, у меня возникает вопрос. А как бы справились с этим заданием? Ну, и аналогичным, потому что это задание одно из заданий контрольной работы, которые выполняются учениками шестых классов. В более чем 40 тысячах школ нашей страны. Накопление больших данных и современной информационной технологии позволяют дать ответ на этот вопрос. Ну, и, конечно же, нельзя сказать, что мы определяем те показатели, точнее, ту степень достижения показателей, которые, конечно, заложены нашим государством в федеральные образовательные стандарты. Ну, по-моему, вот один из пунктов, который перед вами на экране, как раз-таки в какой-то степени отражает требования к тому заданию, которое только что было, результаты выполнения которого только что были продемонстрированы. Соответствует ли уровень, достигнутый учениками шестых классов московских школ в 2007-2008 учебных годах? А еще у меня возникает и много других вопросов. А каков уровень выполнения таких заданий и достижения тех целей, которые до сих пор отражены в федеральных образовательных стандартах общего образования в настоящее время? Это статистика системы образования, которую я взял от 2009 года. Прошу прощения за то, что эти данные, как бы, и те данные, которые я приводил ранее, казалось бы, несколько устаревшие. Но, в принципе, вот что касается статистики системы образования, то общеобразовательные школы, конечно, их количество снизилось. Оно, по-моему, в настоящее время где-то немногим более 40 тысяч. Но, тем не менее, количество обучающихся измеряется наших учеников миллионами, а количество преподавателей достигает где-то в районе полутора миллионов учителей. Я, извините, буду несколько акцент свой смещать в сторону школы. Я думаю, что уже по результату вебинара вы поймете, почему это происходит, так как мы, ну и я, в частности, активно работали, работали и стараемся работать в системе образования, именно общего образования. Так вот, возвращаясь к большим данным, и, как бы, говоря о той контрольной работе, конечно, такой контроль осуществляется постоянно, потому что процесс познавательной деятельности, конечно, должен быть управляемым, управляемым со стороны учителей, вот тех полутора миллионов по отношению к тем миллионам учеников. И, конечно, было бы интересно знать, а какова же степень достижения вот тех учебных целей, которые определены образовательными стандартами. Это я, в первую очередь, говорю о тех данных, которые, какие данные собирать. На одном из вебинаров, я вот буквально недавно прошедшим, я присутствовал, его вела Татьяна Викторовна Никишина, вот, и она представила то самое колесо, названное «Подагогическое колесо», автором которого является Аллан Кавингтон. Здесь собраны, насколько я понимаю, те программно-инструментальные средства, программы компьютерные и другие приложения электронные, которые позволяют повысить, ну, я бы с осторожностью сказал, повысить эффективность и качество учебного процесса. И, понятное дело, что в таком море этих программных продуктов, а я смею утверждать, что их гораздо больше, чем представлено здесь на слайде, каждый учитель может заблудиться и потеряться. Но даже отобрав для себя те или иные, с точки зрения конкретного учителя, инструменты, доступные теперь и в интернете, и в форматах офлайн, и в любых форматах, вот, конечно же, учитель будет формировать ту самую свою дидактическую систему. И он будет получать, скорее всего, те данные, которых я только коснулся. И, конечно, он будет находить те инструменты, которые будут позволять ему формировать, точнее, получать данные гораздо в более широком спектре о состоянии успеваемости его учеников. Да, это технологии, как я уже говорил, позволяют делать. Однако, если мы говорим об уровне образовательной организации, школа ли, вуз, если мы говорим о региональных системах образования нашей страны, если мы говорим в целом о системе образования всей России, то, конечно же, нужно задаться вопросом, о том, как стандартизировать тот инструментарий, который предложен Алланом Карингтоном и коллегами. Потому что мы в своей работе, и я, в частности, очень часто встречаюсь, когда проблема агрегирования больших данных при различных инструментах, используемых преподавателями в учебном процессе для, имеется в виду электронного обучения, создает огромные сложности, и обобщить данные, и обработать их становится довольно сложно. Именно поэтому в рамках той технологии, которую я развиваю и предлагаю, мы ограничиваемся набором достаточных, с нашей точки зрения, инструментальных средств, для того, чтобы именно акцентировать внимание на учебном процессе, на достижении целей обучения каждым учителям, на каждом уроке. Я благодарен Павлу Юрьевичу, и активно читаю те материалы из профессионального сообщества электронного обучения в Фейсбуке, за ссылку на, на, так сказать, инициативу, будем так говорить, преподавателя из Украины, из Одессы, Павел Виктор. Он преподает физику. Ну, это что-то, наверное, как бы по аналогии, я бы сказал, можно сравнить, наверное, с Академией Хана. Павел Виктор нашел возможность записывать свои уроки, выкладывать их видео на YouTube. И вот 473 видеоурока по физике различных классов школьной программы. Пожалуйста, каждый пользователь может посмотреть. Я тоже посмотрел с большим удовольствием. Да, конечно, преподаватель очень доступно, с методической точки зрения, очень качественно и грамотно излагает материал. Но при просмотре уроков Павла Виктора у меня возникал все время вопрос. А ведь перед ним аудитория, класс лицейский. Каков уровень усвоения того материала, который излагает Павел? Каковы оценки в той системе координат, которая принята в образовательной организации по достижению тех целей, которые наверняка схожи с целями зафиксированными в федеральных государственных образовательных стандартах нашей страны. И ответа я на этот вопрос не получал. Направил информацию и письмо коллегам в Ришельевский лицей. Но пока ответ тоже не получил, хотя бы с большим удовольствием пообщался с такими профессионалами. Павел обучает своих коллег в лицее, преподавателей, и они также записывают видеоуроки по другим предметам программы обучения. Как следует из аннотации о моей деятельности, я много лет проработал в промышленной корпорации «Русал», которая занимается производством алюминия, руководя там системой дистанционного обучения, точнее создавая и развивая ее. Конечно, одним из элементов системы является подсистема тестирования. И как и в школах, насколько я знаю, любят проверять и тестировать учеников. Мы также использовали эту форму контроля профессиональных знаний. Но это вот результаты, опять-таки, десятилетней давности, обобщенные по 23 рабочим профессиям. В данном случае оценка осуществляется по 100-бальной шкале. Ну, имеется в виду 100%. И вы видите, что средний показатель, измеренный тестами профессиональных знаний нашей СДО, в принципе, коррелирует с теми знаниями, которые, в частности, показали ученики шестых классов школы, школ города Москвы по математике. Коллеги, я смею предположить, что вот где-то на уровне 30-40, ну, 50%, если мы будем измерять в 100-бальной шкале, как раз-таки, и находится то самое качество учебного процесса, я не буду замахиваться на уровень образования, но учебного процесса, учебного процесса. И, понятно, что вот подтверждение, казалось бы, опосредованное такое, но, тем не менее, можно какую-то связь установить с системой подготовки, результатами подготовки учеников в школе, и вот уровнем профессиональных знаний специалистов, уже работающих на промышленных предприятиях. Еще один пример, на котором я хотел бы остановиться, в какой-то степени тоже имеет отношение к большим данным. По инициативе министерства образования, тогда еще и науки, вот школам было предложено такая компьютерная игра, возможно, многим из вас знакомая, называется ЖЭКа, это посвящено реформе жилищно-коммунального хозяйства и воспитанию и развитию культуры всех уровней возрастных, имеется в виду, участников процесса, а все мы в этом процессе участвуем, потому что все мы живем и связаны с этим самым жилищно-коммунальным хозяйством, стремимся экономить и так далее, и так далее, и так далее. Этому и посвящена игра. Сайт тоже самое в доступе, огромная работа была проведена по пропаганде данного направления подготовки учеников, рекомендовано играть, можно заходить, играть, игра развивается, многоуровневая, все построено, что называется, по нау. Ну, вот, в одном из сибирских городов более 30 школ в этом городе решили не только организовать доступ учеников к этой игре, но и провести школьные сначала этапы, а затем и городской этап по результатам достигнутым учениками в ходе игры ЖЭКа. Конечно, в силу ряда обстоятельств я не буду показывать подробные результаты достигнутые вот на этих этапах на общешкольных и внутришкольных, извините, и городском, но скажу так, что они в какой-то степени полностью отражают уже названные мной показатели 30-40%. И, коллеги, заметьте, это лучшие ученики, победители школьных этапов и выход на городские. А каков уровень знаний после игры, тех знаний, которые должны быть сформированы у пользователей этой игры, у тех миллионов учеников, для которых эта игра предназначен. Да, на сайте есть статистика использования игры, но хорошая карта такая, пожалуйста, можете посмотреть, и я с удовольствием продолжу дискуссию со всеми желающими, тем более, что тестовые задания, разработанные в том самом городе, совместно со специалистами городской службы коммунального хозяйства, они, собственно, доступны для использования в системах электронного обучения, которые, наверняка, многие из вас используют. На экране результаты работы учеников с контрольно-измерительными материалами по теме предмета биологии седьмой класс черви. Есть такая тема в школьной программе. По понятным причинам, опять-таки, фамилии учеников не приведены и данные, как вы видите, от 2010 года. Обратите внимание, какие данные могут и позволяют быть зафиксированными системами электронного обучения, в частности, той, которая используется нами. Это кто, сколько раз, в какое время, с каким результатом выполнял это задание. И как мы видим, ученик один выполняет задание пять раз, стремясь непрерывно повысить итоговый показатель, а ученик два, три и четыре только по одному разу зафиксировал тот результат, который достигнут с первой попытки. И так далее. Уважаемые коллеги, получив такую информацию, учитель, наверное, должен предпринимать какие-то меры. Я бы сказал, даже и не только учитель, но и родители. Обратите внимание на время, а это время московское и школа московская, выполнение заданий учеником, допустим, один. Это 22 часа, 22.05. Коллеги, ну, наверное, ученик седьмого класса в это время по-московскому времени должен, наверное, отдыхать. Даже такая информация для родителей будет полезна. А что делать учителю? конечно, насколько я понимаю, должно быть должно быть какое-то управляющее воздействие на учеников. Управляющее воздействие. Но понятно, о таком воздействии давно говорят. Это как бы процесс индивидуализации обучения и часто слышишь вот в ответ на подобную информацию, что нет возможности присуществующей в системе обучения при том количестве обучающихся на одного обучающего достигать вот индивидуальной индивидуальности в процессе. Ну, я скажу, что в принципе возможности есть и в том числе благодаря информационным технологиям. Ну, вот, в частности, наш опыт, опять-таки, возвращаясь к тому анализу, поскольку один из вопросов поставленных, из трех вопросов поставленных мной на сегодняшнем вебинаре, как раз-таки гласит, а что с этими данными делать, как их обработать, полученные. Ну, вот, получили мы по одной из профессий основных производства это электролиз. Вот такой вопрос, чем достигается экономия в торсале в производстве алюминия. Система электронного обучения позволяет проанализировать ответы обучающихся, и вы видите, что показатель 90, ну, немногим более 97 процентов, это неверные ответы на этот вопрос. Вы знаете, я привожу очень часто этот пример, а их у нас, поверьте, достаточно много, и когда вот этот ответы этой категории специалистов анализировались, я нашел автора этого вопроса, это, оказывается, был преподаватель теоретического обучения одного из предприятий в Сибири. Я задал ему вопрос, а почему на вот такой, и показал вот эти результаты, почему такие результаты, он был удивлен, он говорит, я постоянно в ходе занятий разъясняю, чем это достигается, и так далее, но говорю, факт есть факт, значит, что-то происходит не так, и тогда было нами принято решение, что к вопросам, на которые даны неверные ответы, разрабатываются интерактивные учебные модули, примеры из которых вы видите на экране, и таким образом, после тестирования такие модули предлагаются в качестве дополнительных учебных, электронных учебных материалов, по тем вопросам, на которые даны неверные ответы. Процедура проверки профессиональных знаний в рамках СДО промышленной корпорации, которую я упоминал, является обязательной и проходит сначала было ежегодно, но сейчас мы ее сделали два раза, ой, извините, один раз, два года, а вот учебные материалы и контрольно-измерительные материалы доступны постоянно всем работникам компании. Отработанная технология электронного обучения, ее методология электронного обучения, которая нашла свое применение в упоминаемой СДО компании Русал, других компаний, которые взяли ее за основу и строят в настоящее время свои системы дистанционного обучения, доступна и в рамках той организации, которая в настоящий момент и функционирует под моим управлением. Она позволяет осуществлять эффективно непрерывное дистанционное обучение в том самом формате известном круглосуточной целый год, разрабатывать компьютерные курсы силами самих обучающихся преподавателей, организовать подготовку с их использованием, проводить регулярную объективную оценку уровней знаний путем компьютерного тестирования. Получать оперативную обратную связь, используя функцию электронного анкетирования. Технических ограничений, насколько мне известно, распространения технологии электронного обучения, предлагаемой нами, нет. В заключении, конечно, я не могу не упомянуть о той системе, которая, как я уже сказал, была создана и при моем участии, начиная с 2000 года. И вот уже 19 лет успешно функционирует в объединенной компании Русал. Это один из крупнейших в мире производителей алюминия длиннозема. Активы Русала расположены в 13 странах мира, на 5 континентах. На экране заставка системы дистанционного обучения той версии, которая в настоящее время используется сотрудниками компании. И ссылка на этот ресурс, который доступен и через интернет. Если кого-то заинтересует, то я бы рекомендовал обратить внимание на разделы данного портала «История СДО в корпоративной прессе», где отражены этапы развития системы и мнения тех, кто ее использует. А также нашей программы рус инициативной, имеется ввиду инициативной программы Русал, которая названа Русал школом России. В рамках этой программы мы передаем нашу технологию в образовательные организации. Общее их количество представлено на экране. Имеем определенные достижения в сфере электронного обучения. Это одна из наград, полученных нашей системой еще в 2007 году. и так далее. Но насколько я считал бы целесообразным, что главной наградой для лично меня, для того направления, которое я развиваю, может быть отзыв и мнение тех, для кого эта технология предназначена. А это наши учителя, и педагоги, и административный состав, которые и управляют всей системой образования, обеспечивая должное ее качество. И в заключение своего выступления, своего доклада, я хотел бы предоставить слово директору одной из московских школ, одной из лучших московских школ, в которой в свое время и получила начало программа «Русал школам России». Надеюсь, что видео будет воспроизводиться и 10 минут вашего внимания еще раз попрошу. Здравствуйте, уважаемые коллеги, разрешите представиться. Меня зовут Елена Владиславовна Орлова, я руководитель программы «Школы нового поколения», программы образовательной, которая реализует благотворительный фонд «Вольное дело», и еще я являюсь директором Московской общеобразовательной школы «Ново 26», которая является базовой школой программы «Школы нового поколения», ну и той самой школой, которая использует в своей работе очень активно систему электронного обучения, начиная с 2007 года. И история наших взаимоотношений с компанией «Русал», она действительно очень интересная, потому что именно в 2007 году мы познакомились с этой системой и поняли, что это как раз то самое, что нам сейчас нужно в школе. Программа «Школы нового поколения» обратилась в компанию «Русал». все школы могли включаться в систему электронного обучения, ее использовать, создавать свою собственную систему. И в виде, как школа активно подключается к процессу, компания «Русал» выдвинула такой идеологический лозунг «Русал школам России», потому что действительно от того, как школа может воспринять систему электронного обучения, насколько она готова сейчас в данный момент времени к ее использованию. Как она ее приложит на свои собственные образовательные ресурсы, демонстрирует уровень инновационного развития школы. А мы сейчас говорим о том, что действительно в сложившейся системе, в сложившейся ситуации только инновационная школа, поддерживающая себя в этом состоянии, та школа, которая создает внутри себя условия для развития, действительно может стать образцом, двигателем и действительно воспитывать детей нового поколения. И для того, чтобы воспитывать детей нового поколения, конечно же, мы говорим о том, что нужен учитель нового поколения. Поэтому программа школы нового поколения, она как раз про это. Как сделать так, чтобы учитель не догонял, не успевал за своим учеником, а пережал его и давал ему те возможности, шел рядом с ним, которые действительно развивали бы и давали возможность ребенку развиваться и получать все то новое, все то необходимое для собственного самосовершенствования. И пользуясь случаем, я хочу поблагодарить корпоративный университет компании «Русал» лично, Игоря Алексеевича Скальского за такую многолетнюю дружбу, партнерство, сотрудничество, содействие, потому что мы прекрасно понимаем и организаторы системы электронного обучения, и директора школ, что внедрять новое что-то, в частности систему электронного обучения в школу, дело очень непростое. Но тот, кто за это берется, тот, кто действительно вкладывается в результат, получает этот результат, который с Торицей оправдывает все эти усилия. И, конечно же, взаимодействуя с бизнесом, мы не можем брать те ценности, которые действительно совершенствуют наш образовательный процесс. И в нашем случае это, в общем-то, такая производственная дисциплина и ответственность, которая приучает тех, кто пользуется системой электронного обучения, к работе с регламентами, к четкой исполнительской дисциплине. И это не только администрация, которая включается, конечно же, в этот процесс первый, но и наши замечательные педагоги, которые, конечно же, сопротивляясь, преодолевая в себе какие-то ограничения, потихонечку, потихонечку втягиваются в процесс и начинают получать от этого не только удовольствие, что, конечно же, хотелось бы, чтобы от процесса было, но и конкретные результаты. Потому что тот, кто использует систему на каждом уроке, тот, кто встроил ее органично в свою собственную программу обучения, тот может отслеживать продвижение ребенка в каждый момент времени, в каждый момент изучения темы, в каждый момент прохождения класса. А система электронного обучения позволяет накапливать базу данных и видеть ту самую динамику, те самые процессы, которые происходят с ребятами. И здесь очень важно, что Русал очень много работает с потребителем, то есть с нами, со школами, потому что понадобилась нам выгрузка в Эксель, она была сделана. Понадобилось нам соучастие родителей в процессе, потому что, например, лицей номер один города Браска, который активно включился в программу всего в декабре, он уже запросил такую позицию для того, чтобы родители тоже понимали, что же происходит в школе и что происходит с их детьми и могли влиять на процесс. И говоря о Русале, нужно просто восхититься тщательностью и точностью, потому что Русал свои обязательства выполняет в полном объеме. Что, конечно, про школы мы сказать вот так прям конкретно не можем, потому что каждая школа по-разному относится к этому благу, которое в дар дается школе, каждая школа по-разному это начинает использовать, но программа школного поколения, которая занимается именно учителем, именно административным составом, говорит о том, что те школы умные, которые знают, зачем им это нужно, у которых уже была выстроена система внутришкольного контроля, уже своя была выстроена собственная система образования и воспитания, очень органично и быстро берут идеологи корпоративного университета компании Русал, систему электронного обучения Русал и быстро встраивают ее в образовательный процесс, потому что это дает возможность быть открытыми и дает возможность понимать про продвижение как ученика, так и учителя, это дает возможность накапливать результаты, формировать портфолио каждого участника образовательного процесса, и родителей в том числе, которые соучаствуют в процессе, и результатом конечно же может быть совершенно уникальная ситуация, которую можно сложить, если контролировать и проверять прохождение ребенка на каждом уроке выполнения домашнего задания или новой темы или тех знаний, которые нужно понять сформированные или умения сформированные в данный момент времени, если пользоваться этой системой и накапливать результаты, то в общем-то можно говорить о том, что зачем же нужно ЕГЭ, потому что ЕГЭ меряет конечный результат, а мы меряем продвижение ребенка в каждый момент времени, но эта задача такая дальняя и если программы школы нового поколения к себе поставят, то в общем-то выполнить ее будет достаточно просто, потому что вместе, когда мы собираемся и двигаемся, то нет никаких пределов в нашем развитии, опять же я приведу в пример лицей номер один города Братска, который сейчас отказался вообще от контрольных работ и полностью перевел все на электронные носители, считая, что в общем-то проверка в письменном виде это лишняя трата времени, а вот как формировать навыки оформления там и другие, это они решают уже другим путем, умная школа, что сказать, просто можно восхититься их развитием. Поэтому, конечно же, программа школы нового поколения много делает для школ, в том смысле, что мы с удовольствием проводим здесь в Москве для команды администраторов, директора и активной административной части семинара, где показываем возможности системы, обучаем, как строить вместе с другими педагогическими технологиями систему электронного обучения в образовательный процесс. Мы поддерживаем, когда от нас команды уезжают на расстоянии, проводя скайп-встречи с регулярностью раз в неделю, раз в две недели, в месяц, вебинары, которые дают возможность школам рассказывать о своем собственном продвижении, делиться опытом и привлекать к себе новых партнеров и людей, которые будут поддерживать это самое развитие. Поэтому мне хотелось бы обратиться к тем, кто сопровождает процесс, к организаторам системы электронного обучения, которые не находятся в школах. Конечно же, терпение вам с одной стороны, с другой стороны такого волевого организационного решения, очень четкого взаимодействия с директором школы, потому что, конечно же, мы понимаем, общаясь много со школами, что все зависит от того, какую позицию в этом вопросе имеет руководитель школы. И если это удается, а это, конечно же, удастся, если найти правильные слова, правильный подход и показать, как это замечательно можно использовать в образовательном процессе, в чем мы можем помочь любому организатору, то я думаю, что процесс будет действительно иметь свой результат, то, в общем-то, к чему мы и стремимся. Поэтому я желаю успехов, желаю удачи, готова взаимодействовать. Все контакты можно взять у Игоря Алексеевича Скальского. Я готова, как руководитель программы взаимодействовать с любым организатором системы электронного обучения, как с бизнесом, так и со школами, с любыми учителями, которые обращаются за помощью. Звоните, пишите, обращайтесь, мы будем рады. Вступайте в программу Школы Нового Поколения и действительно мы вместе совершим замечательный прорыв как в образовании, так и в том самом качестве образования, которым так много говорят. Удачи, спасибо за внимание. Контактная моя информация на экране. Основной канал коммуникации электронная почта, адрес указан. Пожалуйста, обращайтесь, я с удовольствием продолжу общение с теми, кого заинтересовал то, о чем я сегодня рассказал. Спасибо большое за внимание. Я вижу, есть вопросы и если нет возражений, то постараюсь на них ответить. Вот передо мной на экране вопрос Владимира Евгеньевича, он, наверное, касается многих, точнее, не касается многих, так сказать, возникает у многих, когда я стараюсь рассказать о том видении и мыслях слух, как и было заявлено в аннотации, какой вывод мы должны сделать в результате вашего выступления. Я могу сформулировать только один, нужно учиться в корпоративном университете Русала, но тема, помнится, звучала иначе. Ну, выводы каждый делает свои, Владимир Евгеньевич, а вот я позволю себе несколько перефразировать ваш вопрос. Нужно учиться в корпоративном университете Русала, но он предназначен для сотрудников компании, пожалуйста, если вы станете сотрудником этой компании, вы, конечно, будете пользоваться ресурсами системы электронного обучения. А вот в том выступлении, которое я сегодня для вас подготовил, я старался показать, что существует единая методология, которая может быть использована на всех уровнях образования и которая позволяет выстраивать учебный процесс в соответствии с теми теориями, которые разработаны отечественной педагогической школой, ну и зарубежными педагогическими школами, и в рамках единой методологии получать те данные, которые в последующем можно будет обрабатывать, а пока эти данные, большие данные, в крайней мере, мне доступны только в том объеме, о котором я сегодня только скользь упоминал, но перспектива их получения и использования в целях повышения качества учебного процесса на каждом уроке, в отношении каждого обучающегося, возможно, вот это основной тот тезис, который хотелось бы изложить. И если вы не возражаете, в категории вопросы все в общем чате помещали. Светлана Вячеславовна Шутова. Время выполнения теста и резкое повышение показателей наводит на мысль, что ребенок работал не самостоятельно. Большое спасибо, Светлана Вячеславовна, вот вы уже и подтверждаете в своем высказывании о том, что получение тех данных пока что небольших, но которые возможно получить благодаря системам электронного обучения, уже заставляет задавать какие-то вопросы. И чем больше будет данных, тем вопросы будут становиться не только увеличиваться в количественном размере, но и в качественном размере, потому что нужно будет учителю что-то делать, что-то делать. Почему нет возможности скачать презентацию? презентация выложена, она в принципе доступна для скачивания, никаких запретов на копирование я не предпринимал и очень прошу коллег из Директ Академии Павла Юрьевича если нужно, то поправить там какие-то параметры, чтобы презентация была доступна. В принципе она будет доступна при обращении ко мне по электронной почте, я с удовольствием вышлю не только эту презентацию, но и если кого-то заинтересует и другие материалы по той сфере деятельности, которой я уже много лет занимаюсь. Альбина Владимировна Тушкина как тогда оценить проектное обучение первокурсников, которым отменили экзамены и сессию? Вопрос требует обсуждения, я считаю, что любое действие учебного характера можно в какой-то мере с какими-то ограничениями быть оценено в системе электронного обучения, в том числе и проектное. Нужно над этим подумать. А вот что касается отмены экзаменов и сессии, так вот это подтвердило и Елена Владиславовна в своем выступлении, что выстраивание системы обучения в рамках той методологии, которую мы реализовали в компании Русал, которую предлагаем школам в рамках программы Русал школам России, как раз таки и позволяет выстроить учебный процесс, который будет позволять осуществлять измерение учебных достижений в каждый момент времени. Владимир Евгеньевич, если мы имеем плохое качество, то при увеличении объема данных мы получим очень плохое качество. Но что мы получим? Мы получим более объективную оценку факта достижения тех учебных целей, которые ставятся на каждом занятии перед каждым обучающимся и преподавателем и получим информацию, которая позволяет делать соответствующие выводы и предпринимать определенные шаги, направленные на повышение качества. И ясно, что сиюминутно это качество не увеличится. я еще раз прошу прощения за те данные, которые приводились с десятилетней давности, но уважаемые коллеги, не думаю, что они сильно изменились в настоящее время по сравнению с теми, которые были приведены в том числе и в презентации. Есть и более новые данные, но позволю себе утверждать, что они схожи с теми, которые я приводил в своей презентации. Так вот, возникает вопрос, почему же тогда не происходит увеличение того самого качества, тогда как в плане электронного обучения идет огромная работа по обеспечению образовательных организаций средствами вычислительной техники, а вот как ее использовать? Как обеспечить с ее применением то самое качество, гарантированное достижение качества, что и отражено в той самой теории методики с теми интенсивного информатизированного обучения, о котором и о своем учителе-авторе я говорил, вот это большая задача, которую и нужно решать. Возможности огромные, какую из технологий выбрать решает образовательная организация, региональные органы управления образованием уверен, что монополии здесь не должно быть, одна технология не может быть не навязана, не предложена, образовательная организация выбирает и в рамках этой методологии и выбранной технологии выстраивает свой учебный процесс, который и идет, и именно перевод учебного процесса на качестве на новый уровень функционирования через применение технологии электронного обучения и является той стратегической целью, которую мы ставили перед системой дистанционного обучения упоминаемой мною компанией, которую я ставлю перед всеми с кем сотрудничают в сфере информатизации системы образования. Спасибо большое за ваше внимание. Буду благодарен за обратную связь. Большое спасибо еще раз Директ Академии за предоставленную возможность. До свидания. Я ВКонтакте. 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 ВКонтакте.